Добрый день! Наш сегодняшний блог мы посвящаем памяти Рава Рафаэля Леви Шмулевича, нашего учителя. И что бы мы хотели сказать в связи с тем, что ушел Рава Рафаэль? Дело в том, что если говорить о масштабах этой личности, то у меня всегда создалось впечатление, по сравнению с ним, что это разговоры лилипутов по сравнению с Гулливером. То есть мы, по сравнению с этим человеком, просто всегда чувствовали себя лилипутами. И при всем при том, что он себя ввел всегда очень-очень доступно, всегда ввел себя по отношению ко всем очень спокойно. Никогда. Он был одним из самых скромных людей, которые можно было встретить. Но я вам скажу такую лакмусовую бумажку. Когда в Ешиве я готовил тему хорошо, то я чувствовал, что я жду урока Рава Рафаэля. А когда я чувствовал, что я в тему не вошел, то я боялся урока Рафаэля. Подспудно. Я даже не до конца отдавал себе отчет. Но вот это вот ощущение, что это Тора в ее самом чистом виде. То есть, что она имеется в виду не чистым? Не имеется в виду... Я не говорю сейчас о том, что он был совершенно идеальный человек с идеально чистой совестью. Об этом сейчас все говорят. Что когда он и Шимон Дискин организовывали или были одними из духовных руководителей проекта Рамат Шломо, вот здесь вот на соседней горке, мы снимаем это в Рамоте, а он в Рамат Шломо на соседней горке, там построена такая большая религиозная шхуна, большой религиозный райончик такой. И там они были теми, кто этим управлял, следили за этим. И деньги передали им, и они где-то там их держали. В конце концов, они заплатили за все, и осталась у них какая-то большая, огромная сумма денег. Они всю эту сумму денег раздали людям, не вернули в эту общую копилку. Хотя, в принципе, никто не был против, чтобы они взяли ее себе. То есть, они имели какую-то, наверное, зарплату за управление деньгами, которое они делали. Так вот, я сейчас не говорю о том вот этой кристальной численности этого человека, не об этом. Это было вот Тора, по максимуму Тора, который, если он просчитал какую-то вещь, его невозможно было каким-то вопросом, не было ни одного вопроса, который можно было застать его врасплох. Все детали, сын его об этом говорил, все детали урока, не урока, все детали, все-все-все, всего-всего пазла у него были просчитаны. Он, когда начинал урок, то у него всегда было 8 или 9 или 14 вопросов по теме, и потом он начинал на них постепенно отвечать. То есть, эти 14 вопросов, я как-то одно время думал, откуда 14 вопросов? Потом я понял, это не 14 вопросов, которые не появились сегодня или вчера, 14 вопросов со всей жизни, которые он, так сказать, на эту тему имел. Он выводил в урок, и у него не было уроков старых, которые он когда-то приготовил. Он всегда готовился заново, всегда просчитывал заново все детали, и у него получился какой-то новый вопрос. Я все время думал, для кого я говорю, для себя, для тех, кто слушает нас на сайте, это нереально быть на таком уровне изучения творчества. Дай бог, чтобы кто-то достиг, но что да можно вынести, чему да можно научиться? Ведь дни Шива, когда есть 7 дней траура, это дни, когда можно взять какие-то качества умершего человека и взять их и принять к себе. Что мы можем? Даже любой слушатель нашего сайта может взять. Он был такой гигант Торы. Как мы можем вообще, какое это к нам имеет отношение? Я вам скажу, вот этот вот момент, что любой вопрос, он к нему относился внимательно. Что я имею в виду? Как у него получались эти 14 вопросов? Он учил, у него была какая-то теория объяснить все те факты, которые были написаны в этой талмудической суге, в талмудической теме. И они выкладывались, как бы, все эти факты выкладывались под какую-то такую красивую теорию обоснования данного закона. Но вдруг что-то выбивалось за эту теорию. Это получалось, кушая. И окей, он тогда объяснял по-другому, так, чтобы через эту точку эта функция тоже проходила. Тогда появлялась какая-то другая проблема. И тогда он еще раз изменял свое объяснение. Он все время думал и пытался, так сказать, провести это по всем-всем-всем точкам в талмуде, которые были релевантны по отношению к данному вопросу. И каждый раз, когда у него был вопрос, он не говорил, я же уже, так сказать, провел по 13 точкам. Ну, знаешь, 14-е не входит. Значит, это что-то другое. У него все, он старался все выложить. То есть, вот каждый новый вопрос заставлял его заново пересмотреть весь свой взгляд, весь свой опыт по этому поводу. Понимаете? Это такая вот быть обязанным истиной, мы это называем. Для человека истина, или вот этот вот новый факт, необходимость довести все до полного совершенства в вопросах истины, это то качество, которое может взять любой человек. Для этого не нужно быть гигантом. Всякий раз, когда ты слышишь какую-то вещь, которая для тебя вопрос, не отбрасывай этот вопрос, относись к нему серьезно. Ищи на него ответ, пытайся провести свою функцию по всем точкам, которые релевантны к этому вопросу. Это может любой человек для себя вынести. И дай бог, чтобы эта идея была для поднятия души нашего учителя, без которого мы на самом деле… Нет такого человека, посмотреть и сказать, человек, который вся тура у него как на ладони, со всеми самыми красивыми объяснениями. То есть, понимаете, есть много людей, которые знают много. У него это было все обосновано, все просчитано. Мир сейчас без другой совершенно. У него не хватает Раври Форда Шмуляевича. Большое спасибо.